Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Голобир и это «Продвопрос». Мы ищем ответы на самые главные вопросы нашей жизни – продовольственные. Чем могут похвалиться наши аграрии? Какие у нас запасы? И что происходит на рынке? Смотрите с интересом. Программа «Продвопрос» готовит для вас самую свежую информацию, отбирает вкусные факты из мира продовольствия и делает анализ наиболее горячих тем. Редактор субтитров А.Семкин Генеральный спонсор программы – национальный управляющий холдинг «Казагра». Делаем вместе, достигаем большего. Смотрите в программе. Как на базе подсобных хозяйств запустить молочное производство. Кооперация в Акмолинской области. Южные сады. «Казагра» создает агропарки. Как выращивать царицу полей. Лучшие сорта и техника посева. Экспертиза «Продвопроса». Выбираем лучший плавленый сыр. В своих сюжетах мы часто рассказываем о работе кооперации в республике. Сегодня это одно из главных направлений развития сельского хозяйства. В каждом регионе есть своя история создания таких объединений. В этот раз героями нашего материала стали фермеры из Акмолинской области. О причинах, преимуществах и эффективности кооперации расскажут сами крестьяне. В Казахстане насчитывается около 700 тысяч личных подворных хозяйств. В каждом из них содержится минимум 2-3 коровы. Немного. Но даже небольшого объема молока, что они дают, достаточно и для личного потребления, и для реализации. В моем личном подворье 3 коровы. С этих коров 40-42 литра в летнее время надаиваю я. Из них 10 литров я оставляю в себе, но 30 могу сдать. Сдавать на завод не получается. Переработчики готовы закупать сырье только большими партиями и требуют особого качества молока. Не каждый мелкий фермер такие условия выполнит. Поэтому обычно излишки сырья самостоятельно сепарируют, затем делают сметану и масло. Готовой продукции получается немного, поэтому и заработки небольшие. Выгоднее выпускать промышленные партии молочки, но в одиночку потянуть строительство мини-цеха нереально. Вот и получается, что молоко есть, а сбыта нет. Решить эту дилемму можно только сообща, то есть объединившись в кооперативы. Так и сделали аграрии из Акмолинской области. Пока в местном объединении 20 фермеров. Все они занимаются производством молока для дальнейшей переработки на базе кооператива. Для организации молочного производства фермеры получили льготные кредиты. В прошлом году после открытия нашего кооператива мы получили кредит на 39 миллионов 500. На молочный цех, из них на молоковоз 5 миллионов, на строительство площадки 4 миллиона и остальное на приобретение цеха. 2 миллиона 80 мы получили с фонд финансовой поддержки на приобретение охладителя молока на 2000 литров. К вопросу выбора поставщика оборудования члены кооператива подошли основательно. Обошли несколько профильных выставок и в итоге остановились на российском производителе. Он привлек оптимальным соотношением цены, качества и послепродажного сервиса. У нас с ними контакты. Если что-то где-то не так, мы созваниваемся с ними. Они отвечают нам на все вопросы электронно. Пишем им вопросы, задаем. Они нам тут же отвечают. Построив цех с полным циклом производства, кооператив заработал в полную силу. Сегодня все 20 его участников сдают около 500 литров молока в сутки. Причем мощность этого комплекса позволяет перерабатывать одну тонну сырья. То есть задел для расширения есть. Его планируют использовать, а именно вести производство в две смены. Как результат, еще больше вкусной молочной продукции. Сейчас выпускают молоко, кефир, сметану, творог и сыр. Проблем со сбытом у фермеров нет. Вот на сегодняшний день рынок сбыта у нас торговые точки Астраханского района. Это вот сама Астраханка, Жалтырь и вот Силунова-Черкасская. В будущем хотим выйти на Астану. Уже там есть, переговорили с некоторыми магазинами, точками. Запросы на молочные продукты в цех поступают не только от торговых точек, но детских садов и больниц. Поэтому объемы производства будут расти. Для цеха нужны дополнительные поставщики сырья. Кооператив рассчитывает увеличить список своих участников. На данный момент теперь есть такая возможность у нас перерабатывать это молоко у себя в округе. То есть снизились расходы на логистику. То есть молоко сами приезжают, члены СПК закупают. Поэтому это очень огромная мотивация для населения развивать животноество. В том, что количество участников этого объединения будет увеличиваться, никто не сомневается. Выгода от кооператива очевидна. У фермеров есть гарантированный покупатель молока. Плюс ко всему, они смогут получать в субсидии и от государства 10 тенге за литр сданного сырья. Вот такая история со знаком плюс. То есть все ее герои выигрыши. И фермеры, и мы, потребители. Больше свежих фруктов и ягод по доступным ценам. Такой натюрморт реалистичен. Для этого на юге страны создадут плодово-ягодные агропарки. То есть разобьют сады. А вместе с тем это повлечет за собой создание инфраструктуры. В регионе появятся новые фруктохранилища, перерабатывающие заводы. Одним из финансовых операторов этого направления станет нацхолдинг Казагра. Интенсивное садоводство – один из главных агротрендов Южно-Казахстанской и Жамбылской областей. Кстати, именно в этом регионе есть пример и кооперативного проекта. То есть для эффективного развития своего дела здесь объединились 10 семей. Сады они получили в лизинг от одной из дочерних компаний нацхолдинга Казагра. Деревья выращивают по интенсивной технологии. Она предусматривает плотное высаживание. К примеру, здесь на 50 гектарах выращивают 125 тысяч саженцев. Основное преимущество в том, что большой урожай можно получить с малой площади. Плодоношение вступает уже на второй год. На пятый год мы достигаем максимальной урожайности в 50 тонн. Если по ранним технологиям высаживалось на гектар, порядка 300-400 деревьев. Соответственно, у них была урожайность где-то порядка 10-20 тонн, не более. Первый урожай фермеры соберут уже следующим летом. Но при большом производстве необходимо задуматься о создании необходимой инфраструктуры хранения и переработке сырья. В яблоках, знаете, есть падалица, которая должна потом переработать, уходить на концентраты, сококонцентраты. Есть яблоки прямого отжима. При сортировке обнаруживаются данные яблоки. И каждый, даже имея в себе 100 гектаров, допустим, участка, он не может обеспечить достаточно критическую массу объемов производства этих отходных производств, которые могли бы мгновенным образом на переработку пойти. Создать полный кластер плодово-ягодного производства на юге страны станет возможным при поддержке нацхолдинга «Казакра». Одна из его дочерних компаний, аграрная кредитная корпорация, будет финансировать строительство агропарков. То есть комплексных площадок, на которых обеспечат все необходимые условия для производства продукции, хранения и ее переработки. Территория будет оснащена и коммуникациями, и дорогой. Их построят в рамках профильной государственной программы. Это даст возможность государству также не распылять государственные деньги на инфраструктуру, которая предусмотрена по ДКБ и в бюджетах местных исполнительных органов. Построить одну масштабную зону, площадку, в которой имеется вся эта инфраструктура. И не нужно ее подводить отдельно десяти участникам. Поиском частных партнеров для инвестирования проекта займутся местные социально-предпринимательские корпорации. Дочерняя компания холдинга «Казакра» будет кредитовать агробизнесменов на выгодных условиях по сниженным процентным ставкам. Кстати, потенциальных заемщиков, то есть крестьян, планируется сформировать в сельские производственные кооперативы. Такие объединения и сам агропарк позволят фермерам производить больше продукции, мобильно организовать логистику сырья и его переработку. Если мы говорим о тысячах гектарах, это 40 тысяч тонн продукции будет произведено на этой площадке. Не надо ездить и собирать на радиусе 200-300 километров эти яблоки для того, чтобы их переработать. Оно все находится в шаговой доступности, все находится очень удобно и расположено. Разбить первые сады в агропарках двух регионов планируют уже в этом году. Дочерняя компания холдинга «Казакра» готова финансировать создание фруктовых плантаций на 300 гектаров в Жамбылской и на 500 гектарах в Южно-Казахстанской областях. А это значит, что в Южном регионе готовится ко всходу новый росток успешного агробизнеса. Смотрите далее. Экспертиза продвопроса. Выбираем лучший плавленый сыр. А прямо сейчас репортаж нашего корреспондента из Алматинской области. Приглашаем вас на День поля. Здесь такая высокая кукуруза, что в ней можно потеряться. Мы под Талдыкурганом. Сегодня тут проходит День поля. И начали его с демонстрации экспериментальных участков. Здесь испытывают 8 различных сортов. Этот средний-поздний гибрид называется Машук 480СВ. Потенциальная урожайность 135 центнеров с гектара. И вдобавок эти мощные стебли можно использовать на силос. Остальные сорта тоже гибриды. То есть скрещенные близкородственные сорта. В первом поколении такие растения демонстрируют наилучшие качества. Но вот на семена их использовать уже нельзя. Сорта подобрали со сроком созревания от 100 до 130 дней. То есть среднеранние, среднеспелые и среднепоздние. А вот поздние сорта в этом регионе, где гораздо прохладнее по сравнению с соседними областями, выращивать невыгодно. Осенью полученный урожай сохранить будет гораздо сложнее. Есть большие риски, что мы получим высокий урожай зерна, но его не удастся вовремя убрать правильно и сохранить. Потому что зерно при повышенной влажности, КАМАЗ загрузили 25% влажности. Пока он до сушилки доехал, уже начинаются процессы ферментации, брожения, гниения и так далее. А на соседних полях высадили сою и выбрали ее фермеры неспроста. Сегодня она в списке приоритетных культур для выращивания. На рынке она пользуется устойчивым спросом, реализуется прямо с полей и за хорошую сумму. Закуп сои производится практически сразу с полей. То есть ее не надо ни сохранять, не надо сушить, вывозить, складировать на склады, а сразу реализуют. Кстати, растут здесь непривычные сорта букурия и мажеста, которые дают до 35 центнеров с гектара, что раньше считалось хорошим показателем. А новый, перспективный сорт – атлантик. 82 гектара пробно в этом году, поэтому сильно рисковать не стали. 82 гектара посева у нас сои. Ожидаемый урожай у нас на сегодняшний день – 75 центнеров с гектара. Но за количество и качество урожая отвечает не только сорт, но и всхожесть семян. Здесь она стопроцентная, уверяют владельцы поля. И все благодаря внедрению новых технологий. Во время посевной здесь использовали специальную сейлку. Она разработана отечественными учеными. У нас эти вещи все запатентованы, потому что эта сейлка делает проход сразу же, высевает и делает сразу же борозды. Мы сразу же начинаем поливать. Любая сухая погода – нет пересева. Мы получаем 100% всходы. Это самое главное. Участники семинара, а это около 100 местных фермеров, обратили внимание и на чистоту поля. Сорняков на нем не найти. Все потому, что здесь провели грамотную обработку в три этапа. Аграрии своими глазами видят, что разница между интуитивным и научно обоснованным применением тех же самых гербицидов есть, а значит, осознают всю ценность знаний. Понимают, что развитие сельского хозяйства без науки невозможно. Первый плавленый сыр появился еще в 1916 году. Именно тогда американец Джеймс Крафт запатентовал производство этого продукта. А уже позже, в 1950-м, он начал выпуск сыра, нарезанного ломтиками. В современном ассортименте можно найти разные вариации плавленых сыров. И в виде пластинок, и в баночке. Но важна не форма, а содержание. Из чего состоит качественный продукт? Ответит экспертиза продвопроса. Первый плавленый сыр стали производить еще в 60-х годах прошлого века. Говорят, что его рецептуру разрабатывали специально для питания космонавтов. Сегодня же на рынке представлены десятки видов этого продукта. Ломтевые, пастообразные, колбасные и даже сладкие. В сегодняшней независимой экспертизе мы проверим пастообразные плавленые сыры и сырные продукты. Мы отобрали продукцию пяти казахстанских и российских производителей. Для начала проведем потребительское голосование. Чтобы покупатели не сбивали с толку незнакомые торговые марки, неяркая упаковка, мы зашифровали продукты под индивидуальными номерами. Я проголосовал за номер 19, потому что вообще вкус сметаны идет хороший. Я проголосовал за 91 номер, потому что там есть вкус сыра. Ну, похоже, немножечко, да. А все остальное, что-то мне не понравилось? Мне понравился номер 74. Почему? Потому что он не соленый, не сладкий, а он именно определенный и очень вкусный. Я бы выбирала всегда его. Пока потребители дегустируют продукцию, определимся, на что стоит обратить внимание при выборе плавленого сыра. Помните, что плавленый сыр и продукт сыр плавленый – это отнюдь не одно и то же. Первый изготавливают исключительно из молочных продуктов, во втором – растительные жиры и белки. Так что решите, что именно вы хотите купить. Выбирайте упаковку без повреждений. Если сыр в пластиковом контейнере, под крышкой должна быть фольга. Потребительское голосование закончилось. И первое место досталось сыру под номером 74. Он получил 8 голосов из 19. Продукция компании «Президент». На втором месте с 5 голосами оказался номер 19 – торговая марка «Очаковский». Остальные сыры торговых марок «Плавыч», «Адари» и «Любимый» разделили между собой третье место. Но подвести окончательные итоги мы еще не готовы. Экспертиза продолжится в лаборатории микробиологической безопасности Казахского национального аграрного университета. Здесь ученые проведут органолептические, физико-химические и микробиологические исследования. Что касается органолептических, все сыры соответствовали государственным требованиям к продукту. Однако в плавленом сыре «Плавыч» было кислое послевкусие, но по стандартам это допускается. Физико-химический анализ показал, что причина такого послевкусия в том, что сахара в этом продукте меньше, чем в остальных, а вот соли, наоборот, больше. Но и того, и другого во всех продуктах в пределах нормы. Также в результате физико-химического исследования стало ясно, что кислотность и массовая доля влаги соответствуют заявленным стандартам. Но все же эксперты выбрали своего фаворита. По показателям и по составу, конечно, был любимый казахстанского производства, так как и срок годности меньше, чем в остальных, и состав тоже там был меньше загустителей и ароматизаторов. Так завершилась наша независимая экспертиза сегодня. Эксперты и потребители определили лучшие продукты. Ну а что положить к себе в корзину – личный выбор каждого из вас. Приятных покупок и приятного аппетита! Желаем вместе, достигаем большего! С вами был Дмитрий Голобир. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин